МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макрон сообщил о французском спецназе «Ягуар» на Ближнем Востоке. Число жертв ракетного обстрела Алеппо увеличилось. Земля нагреется до смертельного для людей уровня. Король иранской поп-музыки Энди Мададян получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Организация всех видов митингов, шествий и пресс-конференций была запрещена в Тенжели, Дерхим, Западной Армении. Муниципалитет Тенжели выступил с заявлением о том, что запрет вступит в силу 16 января 2020 года и закончится 30 января. В заявлении также говорится, что запрет был установлен по соображениям безопасности, а также для предотвращения возможных террористических атак, для обеспечения безопасности жизни и имущества жителей и предотвращения распространения насилия. Новоизбранный армянский патриарх в Турции гепископ Саак Машалян дал позорное и отвратительное интервью турецким изданиям Эрмени Аберу и Акшам. 2 января газета Акшам сообщила на первой странице большими буквами заголовком «Диаспора отстает на сто лет» со ссылкой на бред Машаляна. В своем интервью Машалян отметил без жалости. Армянская диаспора не имеет к нам никакого отношения. Память 1915 года и последующих поколений перервалась из поколения в поколение. Они также видели, что эта проблема создает отрицательное коллективное сознание. Была создана коллективная наука, основанная на трагедии. Они не хотели терять это, и мы остались на этих землях от тех же событий. Мы решили жить вместе с другими элементами, и таким образом диаспора отстает на сто лет. Ссылаясь на широко распространенных армян по всему миру, он заявил, «На самом деле люди намного проще. Они будут помнить до 24 апреля и начнут забывать именно со следующего, 24 числа». Продолжая свое сумасшествие, Машалян также подчеркнул, что восприятие ислама армянами и армянами общины в Турции также совершенно иное. Опираясь на демографическую картину армян, он отметил, что наше население составляет 50-60 тысяч. Сокращение населения имеет две причины, одна из которых зависит от самих нас. В этом разница между сравнением смертности и рождаемости. Хотя рождаемость составляет 1,2%, а у нас 2,6% смертности. Мы не умножаем, а наоборот. Наша уехавшая молодежь получает в итоге смешанные браки. Статья полностью доступна на нашем сайте. В этом году 8 февраля будет отмечаться праздник святого Саркисса военачальника, который считается покровителем молодых людей и влюбленных среди армян. Об этом корреспонденту Арцахпресс сообщила начальник управления культуры по делам молодежи и туризма города Степанакерта Карина Арутюнян. По ее словам, по инициативе Степанакертской мэрии, 8 февраля в 15 часов в парке имени Степана Шаумяна состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню Святого Саркиса. После мероприятия состоится церемония благословения. Соленые печенья будут раздаваться молодым людям. Будет проведен конкурс на уникальное признание в любви. Ожидаются и другие интересные сюрпризы, отметила она. На Ближнем и Среднем Востоке, вопреки изменениям в регионе, наши силы продолжают операцию по борьбе с ДАИШП. «В рекордно короткое время мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделение «Ягуар», написал Макрон в Твиттере, сообщает Армин Пресс со ссылкой на Рео Новости. Ранее Макрон сообщал о возвращении французского авианосца Шарль де Гуль в Средиземное море для борьбы с террористами и гибрами. Количество жертв в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо возросло до 7 человек. 20 мирных жителей ранены, сообщили Рео Новости в центральной больнице города. Ранее сирийские СМИ сообщили о гибели четырех мирных граждан в четверг в результате обстрела квартала Суккари в Алеппо. Ученые на протяжении 30 лет недооценивали вклад углекислого газа в глобальное потепление, свидетельствует обновленные модели. Это значит, что планету ждет нагрев не на 3 градуса, а минимум на 4,6. Переживет ли человечество такой скачок температур – большой вопрос. Компьютерные модели, которые используются для прогнозирования будущего климата Земли, постоянно совершенствуются. В настоящее время над ними работает сразу несколько научных команд со всего мира, и впервые результаты их вычислений ужасают. Судя по всему, мы всерьез недооценивали глубину климатического кризиса и заблуждались десятки лет. Однако, применив новые вычислительные методы и учтя роль облаков, исследователи пришли к выводу, что эта цифра сильно занижена. В реальности удвоение уровня парниковых газов приведет к потеплению в среднем на 4,6 градусов. Интересно, что похожую оценку еще в конце 19 века давал первооткрыватель парникового эффекта шведский ученый Сванте Ариниус. Полученные цифры делают практически невозможным утверждение потепления на уровне 1,5 или 2 градусов по Цельсию, как предписывают парижские соглашения. Это тревожная новость. Уже сегодня, когда мир стал теплее всего на 1 градус, экстремальная температура стала нормой. А разные страны переживают небывалые волны жары, засухи и лесные пожары. Рост температур более чем на 3 градуса станет для планеты настоящим апокалипсисом. Иранский певец армянского происхождения Анди получит свою звезду на Аллее Славы в Голливуде, став первым иранским артистом, получившим эту честь. Как сообщает Армен Пресс, этот факт не упустил из виду авторитетное издание. Издание отмечает, что Анди Мададян в возрасте 22 лет, не имея почти ничего, переехал в Лос-Анджелес и начал играть на гитаре в ночном клубе. И сейчас, в возрасте 63 лет, всемирно признанный поп-певец говорит, что готов к новому началу. Он заметил, что многие могут задаться вопросом, будет ли новое начало после 14 альбомов. Анди получит приз с группой всемирно известных американских музыкантов, включая Элвиса Костелло, Алисю Кис и 50 Сента. Я жил в Лос-Анджелесе большую часть своей жизни, поэтому я действительно американец иранско-американского происхождения и могу сказать, что это американская мечта, отметила Анди. На сегодня у нас все, далее мы представим вашему вниманию Ван Азгагра Канхамуит Тал Тала. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!